Расскажем еще немного интересного. На этот раз благодаря нашему гостю Наталья Моисеева у нас сегодня в гостях. Доброе утро, Наталья. Наталья является хореографом, танцором... Контемпорари. Контемпорари-данс. Балерина в прошлом, руководитель студии «Территория свободного танца», тренер школы Влада Яма и организатор такого интересного проекта, который называется «Ретансформация». Правильно? Правильно. Что это такое? «Ретансформация» — это проект Антона Сафонова, киевского хореографа школы «Тотем» «Дэнс Групп». Проект образовательный. Он направлен на преодоление барьера у зрителя украинского в сторону современного танцевального искусства, такого как «Контемпорари-данс». И я являюсь организатором в городе Одесса. Мы запланировали достаточно обширную программу. 7 июня — это мастер-классы благотворительные для детей из приюта. Вот уже известны конкретные места. Это приют номер один. Детки будут перевезены из приюта в помещение Бейтгранда. Одесский еврейский культурный центр предоставил нам помещение. Очень благодарны им за это. И второй приют — это интернат для детей-инвалидов. Достаточно такое место, где дети с особыми потребностями. И мы поедем именно к ним вместе с хореографом Анастасией Рембецкой. И там будут проходить классы. Как вообще возникла эта идея? Почему решили заняться именно таким направлением? Ну, идея эта возникла у Антона Сафонова. И мы встретились с ним в Киеве. И он рассказал об этом проекте. И я очень так сразу откликнулась прямо всей душой, всем телом. Потому что это шаг к развитию, во-первых, в культуре, в понимании культуры. Потому что contemporary dance — это такой своеобразный символизм относительно нашего мировоззрения. То есть мы показываем, что происходит в мире, но языком танца, тело, эмоции — это такой крик сегодняшнего дня. Когда-то крик такой яркий, эмоциональный, позитивный, иногда грустный. И этот проект, я думаю, будет неодноразово проходить в городе. И как завершительная точка этого проекта в этом сезоне — это вечер современного танца, который мы организовываем непосредственно я со своей студией. Он пройдет 8 июня в помещении концертного зала Мечникова университета. И мы поставили спектакль. У него очень интересное название, да, в этом спектакле? Очень интересное, такое немного ироничное. С носками связано... Как он вызывается? Да. Название нашего спектакля — «У каждого свои носки». У каждого свои носки. Да. Весь секрет в том, что танцовщики contemporary dance танцуют в носках. Ну, бывает и босиком, но в основном это носочки. И мы решили, что это будет, во-первых, вызывать улыбки у людей. Во-вторых, это достаточно близко такая метафорическая идея, потому что у каждого свой цвет волос, свой цвет души. И эту идею можно передать именно через носки. На сцене мы будем именно в разных носках. Скажите, ну, практически любую можно историю пересказать в танце? Конечно, безусловно. Когда есть история, когда есть идея, когда есть смысл, да, то спектакль рождается просто на месте. То есть у нас восприятие, да, нашим зрителям танцевального искусства — это какой-то профессиональный танцовщик, который на сцене выполняет определенные технические па. Вот. А в Европе уже достаточно долго проходят фестивали, где показывают перформансы, на которых просто собираются аншлаги. И там не профессиональные танцоры, там очень много аматорских групп, которые просто приходят, какие-то люди, которые наполнены идеей, и они дают такую информацию, что физическая и техническая подковка не обязательно. Зритель понимает, зритель включается, зритель отвечает и, может быть, даже реагирует, как вот в спектакле Антона «Game Zone». Зритель очень важную роль играет. Я так понимаю, что и зрители тоже принимают участие в этой постановке, да? Каким образом? Да. Ну, мы оставим это под секретом. Пусть лучше зритель придет и узнает об этом сам. Вот. Но это такой, можно сказать, как в Одессе говорят сегодня, изюм этого спектакля. Это способ где-то провоцировать зрителя, потому что мы привыкли сидеть в кресле, расслабившись, достать конфетку, развернуть ее, пошелестеть. А тут зритель должен прийти и не сидеть в выключенном. Он должен потреблять пищу для ума, чтобы у него был какой-то… Двигаться тоже должен? Нет. Не обязательно. Почему? Может. В любом случае, это будет интересно. Ну, активно публика реагирует на такую нестандартную подачу? Конечно, публика реагирует как угодно. Это может быть гнев, это может быть раздражение, это может быть испуг. И это не страшно. В вашей постановке участвуют только профессионалы или любители тоже? Нет. В моей студии очень много студийцев, которые не занимались никогда профессионально танцем. Некоторые занимаются год, вот, и уже они стоят в спектакле, потому что мы одеваем в спектакле идею, смысл. И тогда в состоянии, находясь в таком тотальном погружении в это состояние, зрителю не нужно больших батманов, каких-то огромных прыжков. Информация считывается тонко и от этого больше интереса, что ли. Нужна ли какая-то специальная подготовка для того, чтобы, допустим, начать танцевать вот именно в этом стиле? Ну, contemporary dance это такое, знаете, как чувствование себя и понимание себя в мире. Не обязательно это должно быть в теле сразу. Это скорее от осознанности. Люблю очень это слово, потому что даже пройтись, вот, сейчас несколько шагов, можно в разных состояниях. И если это будет осознанно, да, если это будет правда для перформера, если это будет правда для танцовщика, то это всегда будет актуально для зрителя, это будет интересно смотреть. Я понимаю, что вот вы в прошлом балерина, поэтому наверняка это вам очень помогло, да, в дальнейшей вашей карьере. А есть ли какие-то совершенно безнадежные случаи? Ну, безусловно, есть. Наверное, это такие случаи, когда человек не знает, зачем он пришел. Что вы делаете в таких ситуациях? Вы знаете, я всегда сначала наблюдаю, потому что у человека может все поменяться в моменте. То есть это может быть две тренировки, все сложно, непонятно, а на третью он просто возьмет и раскроется, его самобытный какой-то внутренний мир вывернет наизнанку зрителя. И он может быть тугой, негибкий, не сидеть на шпагатах, но он будет безумно завлекать внимание. Вот, поэтому... А бывают, конечно, случаи, когда человек совсем, ну, как бы, от незнания, куда он пришел, не знает, как своим телом управлять, как понимать тот смысл, который, там, задан хореографом, конечно, я всегда говорю правду. Возвращаемся в редтансформацию. Помимо представления, еще будут мастер-классы. Кто может принимать в этих мастер-классах участие и по каким видам танцев? Мастер-классы у нас будут снова же по Contemporary Dance. Хочется, чтобы хореографы и тренера студий, студенты училища нашего Данькевича, которая закончила, хотелось бы, чтобы они посетили эти классы, чтобы почерпнуть уровня, который наши ребята, Антон, Настя, Кристина и Алена, смогли увидеть и взять на классах за пределами Украины. Потому что в Украине, конечно, хороший потенциал, и у нас много интересных людей, но в Европе, конечно, все движется быстрее. Поэтому этот проект направлен на, во-первых, развитие, во-вторых, на преодоление этого непонимания у зрителя, потому что некоторые... Есть все-таки такое непонимание? Конечно, конечно. То есть зритель привык к какому-то очень логичному сюжету, и когда, грубо говоря, выходит человек с баяном, там, я не знаю, в калошах, да, то зритель может сконфузиться, вот, а в этом может быть какая-то интересная история или даже драма, вот. Ну, давайте еще раз тогда пригласим всех на этот необычный, на спектакль, на мастер-классы под общим названием «Ретансформация». «Ретансформация» — это проект, на который мы приглашаем наших дорогих зрителей, студентов, хореографов, тренеров студий. Будут проходить мастер-классы по Contemporary Dance 7 июня в студии «Территория свободного танца». Детки могут принять участие от 6 до 12 лет. Также будет два класса для взрослых. Мастер-классы будут проходить с 15.00 до 21.00. По адресу? По адресу Канатная 124. Это спорткомплекс пищевой академии. Спасибо большое. Обязательно приходите, если, конечно, интересуетесь данными танцами и не только. Ну а прямо сейчас предлагаем тоже не сидеть на диване, а немножко подвигаться под музыку.